В чём принципиальное отличие, вот теперь коснусь буквально одним пальцем, традиционной локальной педагогики? Мы ставим ученика в то положение, в котором он достигает физиологически вот этого звука. Да? Почувствовал маску. Вот вдруг он почувствовал, да? И учитель его спрашивает, что ты сейчас ощущаешь образно? Ученик говорит, у меня вот розочки из ноздрей. Учитель говорит, о, запомни, розочки из ноздрей, это психология называется якорь. Вот, и когда в следующий раз у ученика не будет получать, он говорит, так, сделай розочки из ноздрей, или там распуши ноздри, или там, не знаю, жары в сторону. У каждого свои ощущения, свои образы, да. А вокальные педагогики традиционные бывают наоборот. То есть певец обычно, те, кто идут в традиционную вокальную педагогику, сначала 20, 30, 40 лет проработали певцами. И они для себя уже нашли все эти образы, да. И вот он себе 40 лет поет с этими розочками из ноздрей. Потом он приходит учить. И он ничего другого, кроме как этих розочек, сказать не может. И он ученику говорит, ну, слушай, ну вот розочки из ноздрей, почувствуй. А для ученика это, может быть, ни о чем вообще, он не врубается, у него другие ассоциации. И вот ты бьешься, и бьешься, и бьешься, в лучшем случае ученик поймал ассоциацию учителя, в лучшем случае. В худшем он делает неправильное, учитель раздражается, а то и еще хуже, когда он делает так, как учитель хочет, но на неправильном физиологическом механизме. Например, вот эту высокую певческую формату, да, ее можно поймать через вот этот вот носовой призыв, а можно сделать так. Вот это называется петь на горле. У меня сейчас гортань вздернута. Это, во-первых, некрасиво, во-вторых, небезопасно.